с чего все началось началось все с настоящей дружбы я понял что настоящая дружба это когда у вас появляется какое-то общее серьезное дело так же как мальчик с девочкой встречаются женятся строят семью друзья они начинают что-то вместе делать это немного неправильный пример но мы с никитой просто прогуливали универ ходили по улицам ростова и обсуждали машины которые проезжали мимо нас и с этого по сути все началось если бы мы не прогуливали универ всего что сейчас происходит возможно бы и не было и на момент когда мы шли мимо универа я даже представить не мог как может начаться этот эпизод вот скажи реально м2 топ все бмв говно вот я вот на качестве меня понимать это любовь отойди от машин м2 братан ну тут без слез тяжело говорить когда хочешь эту машину когда в нее садишься еще больше ее хочешь понимаешь тут суть не в этом суть вот в этом у тебя с м2 особая связь какая-то я вот чувствую прям вот мы скоро с тобой купим так вот это по-любому произойдет это прям вот самая первая цель м2 хочу продавать м2 тоже у тебя будет как говорится не насосешь а нас снимаешь на горелый с фотиком с фотиком ты продаешь зарабатываешь возможности на свою мечту и как только ты продашь там энное количество футболок наберешь определенную сумму я надеюсь мы поедем вместе убирать твои мыши братан братан наконец-таки этот день настал что случилось держи смотри что такое дает страшно просто пацан дает страшно ладно вставай мы едем в москву поехали ты зарос пипец просто а я наоборот кстати и взяли хорошее настроение взяли powerbank взяли пока камеру взяли паспорт взяли что еще надо едем в москву по десятке счастливое число правый быстрее приедет ох скажи что в москву едем мы едем мы едем хочешь на разных поедем ну одинаково одинаково москву едем но мы естественно едем не одни в москву с саша и у него единственные в ростове артеон в эрлайне это volkswagen сейчас покажу он очень красивый он пипец какой красивый для volkswagen бомба это считает тот же cc понял а вот это я понимаю близкие самому длинному место спереди оставить спасибо привет амиран в серединке ну не знаю похож красивый нет да я могу сам в принципе брат нам надо как-то это определиться кто открывает багажник давай еще раз вот тут даже багажник сам открывается а ты закроешь его сам базару нет привет саша как ты отлично привет илюша все вертел как ты что как поедем через щепкино или потратить брат ты водитель ты решай пацаны в москву едем е-мое илюша ну дай совет кайти за треникомет бояться летать илюша боится лететь на самолете в океане зачем в москву едем илюху женим илюху женим затравочка сильная сильная затравочка на районе ладно расскажи про артеон сколько стоит такой сколько 2300 а он официально у нас стране продается уже нет ты первый а уже сняли с производства он же только вышел 19 серьезно нас в городе ничего себе ты в классе входил с этим рюкзаком серьезно школьный рюкзак смешно ты вообще помолчи хорошо на наше московское мероприятие так же едут мои краснодарские родители они из краснодара выехали сегодня вечером на м4 в москву мы утром рано прилетим и они примерно в это же время будут в москве так у нас первая остановка проехали 300 км уже в Ростове ребята наверняка еще только собирают чемоданы ну а мы двигаемся дальше следующая остановка думаю тоже будет через километров 300 хотя уже хочется спать это ростовский аэропорт неандертальцы наши наши неандертальцы скажи ты представлял что этот эпизод вообще будет когда-то однозначно представил но честно говоря не думал что так быстро быстро три года мы об этом думали у меня место какое с друзьями Илюша у тебя как у меня тоже с друзьями зачем мы едем в Москву мы или Илюша нет вы нет мы же едем Илюха с вами мы сейчас покажем зачем мы едем а ты а я за спиннером за спиннером а Илюша я с друзьями ааа с друзьями где твои друзья с друзьями нет погоди я с друзьями и вечером номера покажу да точно да кто с кем живет точно поняли поняли да у меня нет друзей брат мы с тобой до конца от него отказался твою кровать брат перетащил ты подстрекатель иди вот падла он тебя не любит мне кажется так так Илюша боится летать кстати поэтому мы взяли ему специальное место поэтому мы взяли ему отдельное место но он же в гостинице отдельно жить собрался блин если честно это нинтендо это самая бесполезная штука в мире но я в детстве мечтал сверху АПСП у меня его не было и тут у меня есть возможность купить и я купил и вот пригодилась самолет АПСП графика реально была ну да нету так реально Настя йогурса свежий Нормально у тебя? Потрясающе Ты пирожное сделал? Опишите в комментарии кто-то тоже любит Что самое ужасное вы ели в своей жизни? Подлетаем уже А вы тоже так делаете? Всех всегда вот не было ни разу чтобы я куда-то прилетел Илюш почему ты не в очереди? Ну только что сел Ааа Хорош В наше время почти у каждого из нас есть мобильный телефон И довольно часто происходят не очень приятные ситуации Но как же хорошо что у нас есть Ваганчик Все мы нуждаемся в защите своего мобильного телефона Все вы помните Ваганчика это тот самый добрый армянин в мире который гоняет на голубой Audi R8 Мы хотим поддержать его и порекомендовать вам его магазин Там вы можете найти любую защиту для вашего девайса А по промокоду КОЗЛОВ ты получишь скидку 30% на всю продукцию если вам нужна надежная защита вы знаете где ее искать ссылка в описании Просто добро пожаловать А мы же на улицу в Москву Кайф уже улететь отсюда Пахнет ебанью Можешь не матюкаться пожалуйста Тут реально пахнет ебанью К сожалению Она в воздухе летает бьется Настолько же тут отвратительно Просто офигеть Вот она торчит среди московских красивых пейзажей Как ты мой золотой Как Ну блин так скучал по Москве У вас тут так классно Блин я вот так ждал Когда же я скорее сюда приеду снова Привет Привет Лукаш Ааааааааааааааа Трешет Это был череп Кошки По-любому Стрингососы Бросили Как то Как говориться Что что для простого человека горе для блогера контент Прикинь вышел А там четвертины нет Её Вот это Я предплер и это просто камень который лежал на дороге у нас не было никогда цели все наши съемки превратить в какую-то коммерцию естественно мы как могли зарабатывали но в целом мы это делали максимально на настроении у нас принципиально было чтобы снимать не какой-то там трэш контента делать это качественно и красиво и по-настоящему ладно расскажи что мы тут делаем берем на перепродажу машину да я вообще до конца не понимал не осознавал что происходит потому что мы не спали всю ночь мы рано утром прилетели было максимально туманное состояние я тупо не верил своим глазам но когда мне дали ключ от нее я как сейчас помню я настолько сильно его сжал я не хотел этого просто я прям обратил внимание на то что моя рука настолько сильно сжала этот ключ что я понял что я уже его не верну что там брат говори я не так никогда у тебя нет да сезания что сейчас своей машине сидишь первое что с тобой Я ещё не проснулся, наверное. Я когда вот привезу её домой, сойду домой, вот так ключ положу, тогда, наверное, пойму, что это случается. Да нет, я думаю, брат, ты поймёшь, когда завтра утром проснёшься в нормальном настроении, сядешь в неё и поедешь. Давайте колёса нахуй. Давайте. Не убейся. Да нет, не должны. Надо слабить, а то она не даёт даже. Ограбление веков. На, дарю, брат. Да всё поместилось, ну как? Бл***, братан, ты Фрадика взял, что ли? Да. Легко. Короче, когда ты её заберёшь, мне надо место освобождать. Я говорю, а что там у тебя? Он говорит, а тут, ну типа вот. Тут проблема одна, говорит, проигвать. Имя этой проблемы 812 Superfast. Ты атомами занимаешься? Да, у нас больше, конечно. 12 Pro Max у нас, получается, без наценки продают. Походу. Вау, а сколько стоит 12 Pro Max? Они из Икеи получают. 512. Ладно, теперь к проблеме. К проблеме, да. Проблем. Пацаны, желаю вам в жизни проблем. Вот таких же. Чтоб у вас у всех проблемы были, поняли? Вот такие. Это сильно. Ну ладно, ладно. Да, это сильно. Пипец. Пиздец, а не пипец, ты что, лёд. Вот это пипец, а то пиздец. А у тебя тоже, да, жилетка из Zara? Да. А, это жёстко, да? Гораздо круче, если ты сказал, у тебя тоже Ferrari. Пацаны, на старую пятёрку, давай. Ах, пятерку, потом купи. Ах, хах, 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 хах. Вась, просто... Дядя Серёж, извините. Ну это пиздец, Вась. Ты вообще вдупляешь, что это M2 Competition? Блин, ужасно. Сухой карбон. Всё, сухой карбон, просто ручки, карбон. Кстати, ты знаешь, жизни он ничего смотрится, на фотографиях он ужасно. В жизни он прям ничего. Это типа уже допом, да, поставили? Да, 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 да. Тогда это сухой, это же типа ещё и опция, как раз таки тоже. Брат, ну я... Ну ладно, давай поздравлять будем после подписания ДКП, правильно? Донорожа. Мне кажется, я расплачусь, когда вот мы всё... Когда сейчас подпишется договор? Когда, ну да, уже всё решёт. А вот смотри, опять знакомые. Мои краснодарские родители здесь. Здравствуйте, свадьба? Здорово. 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 Какие-то 15-20 минут до того, чтобы официально встанет твоей машиной. Я знаю очень много людей, которые мне написали в Инстаграм, мол, вот смотрел твои ролики и тоже купил себе М2. Это приятно, это круто. Так, при свете дня. Контент. Витайся. Apple Trade. Бесплатная реклама. Пошёл такой двор. Какая красивая! Мы её ещё не купили тогда. Салют. Она поздравляет, но здорово. Привет, привет. Классная вообще. Свет пиздец, да? Просто. Ну, порт. Это получается как? Apple Trade из козлов мури, да? Всё. Спасибо тебе. Спасибо. Всё, удача. Счастливо. Спасибо вам большое. Давай ещё раз, пока-пока. Тебе спасибо. За наклейку эту, блядь, которую отрывать придётся тебе. Да, ростовский юмор, брат, не обращай внимания. Ну, ты же камеру не умеешь настраивать. Ты же, блядь, мореоператор. Ну, конечно. Я же актёр. Поэтому мы проведём, или уже провели курсы, и надеюсь, ты чему-то научишься или научился. Я, между прочим, научусь с вами, ребят, потому что я тогда по сей день актёр. Или научился. Или уже научился. Непонятно. Бля, я вот сейчас, знаешь, стоял, смотрел на неё и понял, что вот сейчас если рядом поставить даже фиолетовую, единственную в России F80, она будет смотреться как старая корыда. Почему ты про неё вдруг вспомнил? Ну, это я сейчас больше просто между нами. Даже не на камеру. Поэтому машина, блядь, как актуально выглядит. Очень свежо, прям очень свежо. И цвет, блядь, вот это, наверное, реально лучший для М2 свет. Сейчас, теперь, вот из того, что появилось. Блядь, честно, всё равно сейчас я в таком каком-то тумане. Ты просто... Ну, так и вернёмся, погоди. В итоге это лучшее приобретение за этот год какое. Не-не, ну я понимаю. Я честно, давай... Окончание вот так... Не-не, давай, это сейчас как раз-таки такой... Давай правда. А, блядь. Что там, алё? Да-да. Тут шлагбаум закрыт. Он сказал, нас выпустят. Всё открылся. Братис, по-братски дай мне чуть-чуть немного адаптироваться, потому что я до сих пор не до конца не... Тут аккуратней полусферы стоят. До конца не... А то... Туре не спал, у него машина новая, конечно, на его приобретение окон. Знаешь почему? Потому что ты не приобретение, а ты судьба. Да ты мой, блядь. Блядь, выкрутил за тебя, как обычно. Не козуй за... Вот есть один момент, это безответственность Никиты. Вот если б не вся его вот эта вот безответственность, эпизод был бы намного насыщенней и все кадры были бы запечатлены. А он сволочь безответственная. Неисправимая. Да хуя, хуя, блядь. Да ты всё, что не надо, не снимай. Три процента? Где три процента? Ты ж за камерой. Да у неё восемь часов съёмки, блядь. По памяти, да, по камере. Я тебе пауэрбанк там. Четыре минуты осталось. Максимум. Всё, мы на Purple 3 едем сейчас? Или за колёсами? Блядь, куда же мы едем? reflection about philosophers. Браво, право, 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 правду, она с толком не знает никто. Ударь меня током, оживи мое мутро. И я молю бога, чтобы кто-нибудь сюда пустил ток. Ведь моё солнце на сегодня, эта лампочка под потолком. On Relax. celana Бyas. Ударь меня током, оживи мое утро, и я молю Бога, чтобы кто-нибудь сюда пустил ток, ведь мое солнце на сегодня, эта лампочка подпадал. Когда уже стало известно, что мы поедем за М2, мы сидели с Лукашей в машине, и он мне говорит, давай к Новому году выкатим две Мки. А ему всегда нравилась М3-F80, и мы стали искать достойный вариант вместо его А4. Паша, ну что ты, скажи, как, посмотри. Малышка же, нет? Сладенькая. Ну? Охуенно. Мы на самом деле не за одной машиной сюда приехали, тут и еще один экспонат, который мы хотим с собой забрать, сейчас будем его смотреть. Экзотика, братан, как Лексус. Экзотика. Эти колеса оставим, мы машину без этих колес забираем. На ней нет губы, клыков, всяких ненужных деталей, и будут вот такие колеса. Ты рад? Да. Не, ну как и обещали, до Нового года две Мки выкатили. Правильно? Да. У нас небольшое собрание в кабинете с кофе. Не, не понял, они меня проведывать пришли. Я просто с этим, с шамтухой лежу тут. Ну как армяне проведают вечно, да, блядь, с ногами на кровати. Кофе, море же молотой. Кофе дрянь чистая. Покажи, что за окном? Я бы даже до кадра не пил, давно, туре, блядь, что за окном? Да погоди, дай я тебя перешагну уже. Да, блядь. Больше поделось. Ну что я могу сказать? Ну вот так получается. А я сейчас плюну на его, блядь, фиолетовую хуйню. Вот, Лукаша взял оранжевый Х6, да рестайл. Виталя тоже Х6, только рестайл взял. И тут два каких-то мажора еще стоят. Вот. Мне хватает Илюша, потому что вы помните, что вообще наша команда из четырех начиналась с Илюши. Собственно говоря... Вы поняли, почему нет Илюши? Илюша занят. У него нет времени даже трубку на друзей взять. Нет времени. 13, 28, блядь. Понятно. Просто нереальная машина. Да уйди от машины, блядь. А вот М3. Вот, просто лучший автомобиль. Вот, лучше не бывает. Но она у меня по-любому будет. Я тебя лично буду снимать. Да, хорошо. Если честно, до сих пор не осознаю. И иногда прыгают мысли в голове, что может быть этот такой сон, который чуть-чуть затянулся. И я иногда нет-нет себя щипаю. И думаю, так, ну вроде чувствую. Сегодня был дома и поставил машину под окнами. И прям так выглянул, смотрю, стоит, не стоит. Думаю, может мне это показалось. Но стояло. Такое серое утро. Дурацкое сзади этот серый фон. И наконец-таки повод поездки в Москву. Не охуели? Как по-другому сказать? И самое, что крутое, наверное, таких видео с такими фразами-то было много. Когда повод поездки скажет, о, поехали, чтобы снять машину какую-то в Москву, делать нехуй. Брат, можно у тебя спрашивать, а чья тачка? Ну, мне не очень. Я не люблю это, понты все эти. Да это не понты, это надо радоваться. Ну, ты че? Она наша. Пиздец. Это тачка нашего канала. Ну, просто оформлена на меня. Все, больше не надо ни у кого брать. И все люди, которые были вот на канале, которые с мной снимались, помогали, которые вот ребята из Краснодара, мои краснодарские родители, они ради этого приехали на своей машине сюда, просто, чтобы меня поддержать. Если бы не все это, ее бы не было. Ну, реально. Если бы просто я, ну, без вас, всех, без людей, которые предоставляли тачки для съемок, без друзей, без всего вообще, что я снимал, этого всего бы не было. У меня бы просто не было, что снимать. Но я думаю, что в первую очередь нужно сказать зрителям спасибо. Ну, конечно же, да. Потому что если бы они это не смотрели, этого бы не было. Это М2 Competition 2019 года. Что еще, понятно, сказать? Просто М2 Competition 2019 года. Да, вот эта машина появилась на свет, именно вот выехала от завода в апреле 2019 года. Ее купили летом 2019 года в Москве. Мы даже нашли того, кто продал его в автосалоне. Все пробили за нее. Человек на ней поездил, отдал Никите. Никита месяц на ней проездил. И вот у кого мы ее забрали, у Никиты, вот он на ней месяц проездил. Расклеили переднюю полусферу, нужно будет расклеить еще задние окна. Ты открыл уже? Так, вкратце теперь ее показать. Наклеечка у нее еще даже есть. Да, она даже настолько свежая, что у нее заклеили пороги. Короче, ну на самом деле объективно. Кстати, погоди, а на всех competition эти голубые вставки есть? Нет, все разные они. Да, так что здесь какая-то приколюха, даже вот голубые вставки, да наклеечка даже на М2 осталась еще. А, и здесь из приколов, здесь весь салон из сухого карбона. Он помимо того, что не просто не покрыт лаком, а ты прям именно тактильно ощущаешь его плетение. Самое, что приятное, что мы за всю нашу жизнь съемочную никого не обманули, никого не заставили что-то у нас купить. Мы делали все от души, все на настроении. Короче, вот все как есть. Живая просто кашляет. Вот такая красота. Да, вот как оно так сочно выглядит, просто жесть. Ну вы не подумайте, есть возможность заплатить. Вчера не было, просто не работал шлагбаум. Пошел, пошел, пошел. Ай! И тут, блядь, три звезды пасть. Ау, газ, у Псюха, блядь, шлагбаум наебать. Ау! Справит вас. Мы вчера немножко заехали, был открыт шлагбаум. Ну там что-то поломано. А там так сильно холодно, и нам надо было бы идти на ресепшн. Надо было идти, да, разбираться. Что-то лень было. Да, мы же из Ростова, нам всегда легче наебать, чем разобраться. Это Джон. Ты еще забыл? Нет, подожди, стой. Привет. Вот взял на два дня покататься, как тебе? Офигенно, бомб. Ладно, это я купил. Зуб даю. Могу ПТС-ку покатать. Давай. Да ты пиздишь. Ну тебе дали просто покататься. Нет, я на ней еду просто, стоп, зимой. Это они твои? Да. Ебать! Блядь, на футболах не продавал-то сколько? Вот так. Мне кажется, это пиздежка. Нет, серьезно. Нет, натуре. Подвох есть, нет? Серьезно, да, мы едем домой на ней. Да ты пиздишь, ты что? Хватит мне пиздить. Все здесь. Да, тормоза, это от МК, блядь. Тормозаки-то паршневые, братан. А она вообще, что она вообще? Это М2 Competition. Competition. Да. Это как ты хотел, получается? Да. Ну, то есть, типа, ты сейчас такой спокойный, типа, вот... Не, хочешь танцовать? Еееее. Ну, что моя, братан? Я, если честно, в шоке. Во-первых, от цвета. От... Вообще, то, что М2 Competition, если она реально твоя, если вдруг ты как-нибудь... Вы сговорились-то, что будете всем... А, у тебя ДКП есть. Идет, смотри. ПТС-ка. Моя роспись с цифрой 68. Покупатель Козлов Виталий Сергеев. Я понял, все, ладно. Охренеть. И что-то тут... Не, сложно, да? А за стоп-учет можно видео говорить или нет? Да, мы же не надо. Лучше не надо, да. Здесь нет стоп-учета, неопорно. Здесь нет стоп-учета, поэтому все кадры сцены, которые сейчас видите, не вымышлены, не нарисованы, блядь. Мы находимся в Краснодаре. Мы вернулись из Москвы. Много что изменилось. Много что произошло. Но сегодня вечер. И завтра утром выйдет эпизод. Вот тут манекены стоят. У Лейки открылся второй магазин. Шайка Лейка. Тут чисто потачка. И что произошло? Здесь есть футболки и не только пойдем. Да, в общем. Если ты из Краснодара, и если ты сейчас смотришь этот ролик, то приходи к мне. Актуальность этой информации дня три, короче, в течение недели, да. То есть сейчас это самое актуальное видео. То есть эпизод выходит завтра. Сегодня ночь перед эпизодом. И смотри, что мы для тебя приготовили. Джана, дома. Поэтому приходи в магазин Шайка Лейка, фотографируйся с машиной, забирай наклейку, отмечай нас в инстаграме и вообще получай максимум удовольствия от этой жизни. Вот, да. Пока что она побудет здесь, дома. Тут, кстати, где футболки? Благодаря этому всему все произошло. И честно даже представить не мог, что это будет висеть в одном помещении с этим. Да. По-моему, это будет лучшая фотография для рекламы футболки B2M2. Да, кстати. Ситуация, везем машины на юг, будем называть. Причем мы к югу гораздо ближе, чем к Москве сейчас. Мы проехали Воронеж. Москва-Воронеж, хуй так гонит. Малышки в шоке. Это чисто вот два кретина в зиму взяли себе спортивные машины. Я не знаю, как это еще. Ну, это, братан, знаешь, как шубу надо брать летом. Хорошо тогда. А что, будем с Илюхой пранк снимать? Бля, спалились, братан. Ладно, спать. Хочу искренне от всей души сказать всем огромное спасибо, кто смотрел ролики, кто поддерживал, кто жал руку и желал при встрече мне эту машину. Огромное спасибо хочу сказать всем своим друзьям и всем ребятам, которые помогали мне во всем этом деле. Очень много ребят просто как будто сваливались откуда-то с небес ко мне и совершали просто невероятную помощь. Ну, были сложности, но больше было каких-то моментов, которые давали понять, что то, чем мы занимаемся, это вообще самое правильное направление. Ну и вот получается итог. Каждый, кто встречал меня на улице и узнавал, каждый искренне спрашивал, ну когда уже М2, когда ты ее уже купишь? Только из-за этих эмоций, которые люди испытывали в поддержку меня, мои эмоции к этой машине, только из-за этого всего мне бы очень сильно хотелось бы оставить ее себе на всю жизнь, именно вот как памятник, просто как память об истории, которая вот произошла в моей жизни, потому что это прям очень круто. Я, естественно, на видео не смогу заплакать, но бывало пару раз, когда я ехал на ней сам и просто играла какая-то музыка и появлялось осознание того, что произошло, и наворачивались слезы. Спасибо огромное всем зрителям, которые приходили к нам на стримы, всем зрителям, которые поддерживали и покупали футболки. Вы стали частью этой истории и всем очень благодарен. Если честно, до сих пор не верится. Мы ниже этих басов, Мы поднимались сюда с самых низов, это Ростов. Мы выше этих частот, и наши жизни звучат так, будто бы их свел сам Бог. Мы середина по частотам, мы дискомфортно перегруженный звук. Пусть нас раз гитара по свету, но нам трудно друг без друга, и нас снова сведут, ведь ты знаешь, кто мы. Мы выше этих басов, Мы поднимались сюда с самых низов, Мы выше этих частот, Наши жизни звучат так, будто бы их свел сам Бог. Мы середина по частотам, Мы дискомфортно перегруженный звук. Пусть нас раз гитара по свету, но нам трудно будет стоять, и нас снова сведут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok